Какую пользу приносят домашние животные людям? Дают молоко, шерсть. Кто дает молоко? Короба! Да, шерсть дают всякие козочки. Я была первопроходцем во многих терапиях. Хрион мы попили, холдинг-терапия, абба, сенсорные всякие добавили, песочки, чемториум, терапия звуком. Логопедов мы заменили тоже вот через терапию спич-лидер. Микрополивизацию, правку Атланта мы пытались. Давиду обращались в скайп. Томатис мы делали, нам не помогло. Грустная часть кончилась, начинается счастливая часть. Мы переехали в Таиланд после первого класса. У него выпускной из первого класса. И мы на машине уехали жить в Таиланд. Надоело нам, что в Челябинске и грязно, и пасхурно. Мы давно мечтали, мы уже жили до этого, и в Турции жили, и в Таиланде. И море само по себе, видимо, лечит здорово. Поначалу было здорово у Максима все, неплохо. То есть лето. Мы не занимались, но физически он очень сильно окреп. То есть он по два раза в день ходил в бассейн, он даже ходил сам. Но с балкона я его смотрела, он очень часто зависал. Ну, то есть он из этого уходит, допустим, на час. Двадцать минут покупается, потом сорок минут стоит, на машине смотрит, ну, на дорогу. А ему восемь лет. И он пошел в школу, он проходил первую четверть, и у него случился вот регресс. Мы забрали, тем более, что это дорого было, и начали вот учить дома. И дома, и, наверное, поэтому мне стало так тяжело последние вот полгода до инфодайвинга, потому что дома он теперь был круглые сутки. И вот эта его навязчивая речь, которая, ну, не соврать 80% времени, которое Максим не спит, он что-то говорит. Говорил. Говорил, ну, шептал, кричал. Ну, в смысле, и это было уже даже, ну, как бы, вот, а что толку? Вот он умеет считать, он такой весь умный-разумный, но при этом все свое свободное время он ведет себя, получается, как бы, неадекватно. Я перестала писать на блоге, то есть мне люди пишут, ну, вы же там писали, что все хорошо. Так вы проверьте дату. Я писала все хорошо, когда я думала, что все хорошо, там, в четыре, в пять лет, там, ну, даже в семь лет я еще писала, что у меня была надежда, что все будет хорошо. Я не писала в последнее время на блоге, потому что я не знала, что написать, ну, как бы, у него ничего не прошло, ну, как бы, у него речь двигается, да, ну, как бы, да, он учит новых перелетных птиц и тому подобное, но вот это вот, ну, его нежелание учиться, невключенность в ситуацию, которая у него была до инфодайвинга, да, что он, как бы, не слышит, не хочет слышать, не хочет делать, даже если услышал, не понимает, не находится здесь и сейчас. В смысле, особенности у него не было, и я, как бы, ну, так как я не знала про инфодайвинг и про инструменты, я, как бы, уже даже на что не надеялась, у меня, ну, как бы, у меня такая легкая апатия была, что, вроде бы, я и сделать ничего не могу, ну, как бы, разочарование, может быть, что-либо, я могла бы называть свое состояние, что, что где-то очень-очень глубоко я мечтала когда-то и, ну, победить аутин полностью и как будто бы не достигла. И до инфодайвинга за, ну, вот в этом году, то есть у нас инфодайвинг-то был вот 14 февраля. А как вы узнали про инфодайвинг? Мне прислала свое видео, вы снимали Татьяну с Егором, фильм про них делали, вот она мне прислала свое видео, то есть она, ну, просто прислала мне его, по-моему, в WhatsApp или где-то, то есть мы состояли с ней, ну, мы тут, ну, в принципе, все друг друга знаем многие, у Давида, наверное, ну, то есть я пробовала же когда-то по скайпу с Давидом, вот мы там где-то в группе были, она мне прислала, и я посмотрела и писала ей всякие дурацкие вопросы сначала, она мне отвечала терпеливо, но, в принципе, мне хватило пару дней, чтобы понять, что это мой шанс, ну, в смысле, что это моя надежда, что это мне нужно, что это то, что я искала, и я не прощу себя, если не разберусь, не попробую, что это вот, ну, это хотя бы надежда для меня. Я ничего не поняла, конечно, я была далека от этого, я даже не крещеный человек, поэтому, как бы, не знаю, ну, то есть я вообще как-то вот, слово «душа» у меня, как бы, раньше вообще никаких чувств не вызывало, а теперь, ну, я много что для себя открыла и узнала, ну, и вот эта вот надежда на результат, а потом еще и результаты у нас очень были быстрые. Договорю немножко про, что нам, как бы, нам не подтвердили диагноз в январе, то есть это было еще, ну, до, да, как бы, собственно, я не испытала никаких чувств, это неправда, ну, в смысле, на тот момент это было неправда для меня, это ничего для меня не значило. Они нам не подтвердили диагноз, но при этом, приходя домой, я видела, что, ну, что у меня дома ребенок с аутизмом, потому что, ну, как бы, он 8 лет очень много воумел, поэтому, ну, он прошел тест, да, нас не пустили, Максим был с переводчиком, он очень хорошо прошел тест, потому что он очень много чего, ну, знает, да, мы его надрессировали, научили, но он все равно же особый оставался. И когда я писала девочкам, что нам диагноз не подтвердили, ну, подружку своим, они меня поздравляли, а я писала, что не с чем. Ну, типа они говорят, ну, вы же многого добились, и диагноз вам не подтвердили. А я сутками находилась с ребенком, который, которому ничего не надо, которого, ну, как бы, только вот так, Максим, Максим, Максим. Вот. И вот в таком состоянии, ну, конечно же, я, ну, в близком к отчаянию, я загорелась, ну, как бы, инфодайвингом очень быстро, потому что, ну, как бы, это было нужно мне, ну, как бы, у меня появилась надежда, что я могу что-то изменить, потому что, ну, у меня не было никаких инструментов, мы уже ничего нового не делали, собственно, ничего. Ну, как бы, вот, мы пили тенториум профилактический, как бы. Ребенка можно натренировать, надрессировать, заставить сплясать, петь, рассказать стишок, зазубрить, по сути дела сделать из него игрушку, куклу, марионетку. Но сознание включить сегодня имеющимися медицинскими способами, психологическими способами и так далее невозможно. И об этом мы заявляем, вот, действительно, четко и ясно. Кроме инфодайвинга сегодня нет другого инструментария, который бы работал с сознанием. И при этом у меня еще же третий ребенок подрос, и он тоже, как бы, перестал, ну, развиваться. То есть он в год, как бы, много чего умел. Полтора года он, как бы, растерял или там ничего нового не приобрел. Когда в семье двое и более детей, и старший из них болен аутизмом, то, как правило, младшие, они копируют старших. И поэтому вероятность того, что проявятся какие-то определенные черты, такие же, как у старшего, у младших, очень велика. Тут еще и с Максимом-то, как бы, ну, там, ну, точки-то вообще никакой. Ну, то есть победы-то, как таковой, не было. У нас было только, ну, преодолено. То есть у нас был список из, не знаю, там, 500 пунктов, что у нас преодолено, но при этом все основные признаки аутизма сохранялись. То есть отсутствие мотивации, навязчивая речь и крылышки. Ну, то есть вот эти вот крылышки. Ну, то есть а социализация-то, понятно, какая социализация. Он, ну, с детьми, он, как бы, с братьями более-менее. То есть в семье было, вот если бы, ну, он не болтал вот это вот из мультиков, вот эти вот крики, шепот, он, в принципе, был, ну, почти как в семье, почти как норма. Ну, то есть потому что все-таки, как бы, там, Максим налей, Максим отойди, Максим сделай. У нас он все это делал, но чуть, ну, как бы, чуть, вот, как бы, ему нужна была вот эта вот, Максим раз, Максим два, ну, в смысле, что вот, что мы за него, как бы, его, ну, дрессировали постоянно, как бы, на наших, как бы, на наших ценных указаниях он, как бы, ездил. То есть сам он ничего не делал на момент вот инфодайвинга. Вот. Можно уже при инфодайвинге, наверное. Уже эта грустная часть кончилась, начинается счастливая часть. Нам долго делали инфодайвинг. Сейчас, вот, как бы, Наталья написала, что она будет очень быстро отвечать нашим детям, потому что мы очень ждем. То есть я, как бы, уже оставила заявку, да, как бы, и я продолжала читать, слушать. То есть у меня была надежда, ну, как бы, я слушала и впитывала, и мне все нравилось, и я, там, практически на крыльях порхала, практически влюбилась в Наталью, и, ну, это была вот только надежда. То есть у Максима это ничего на тот момент не менялось. А хуже того, что у него за несколько дней до того, как пришла отработка, вообще случился, там, кризис, ну, не знаю, видимо, мне показать, насколько это было плохо. И в этот период я сняла видео, ну, уже вот именно, потому что за это я все пыталась себя уговорить. Уговорить, что все не так уж плохо, и вообще я не благодарна, что у меня с ребенок столько всего умеет, а я, как бы, не радуюсь, да, ну, не благодарю. У меня эта надежда сохраняла, что все будет хорошо, а вот где взять этот, ну, инструмент, чтобы ему помочь у меня не было, а инфодайвинг, он его, как бы, мне показал, что он хотя бы существует, еще до момента, когда нам прислали отработку, что я уже ждала вот этих, ну, ждала, что вот-вот я смогу попробовать, ну, в смысле, что вот-вот у меня появится свой шанс, во-первых, мне скажут причину, да, во-вторых, у меня появится шанс, ну, на своем собственном ребенке, а меня было на тот момент очень трудно удивить. То есть за эти годы, ну, Максим много чего научился, и я думала, ну, вот что такое, вот я слушала там видео других, думаю, у кого-то там на самокате ребенок поехал, у кого-то там что-то, думаю, ну, вот, а чем же меня Максим таким может удивить, чтобы я прям заметила, что вот он изменился, и он, ну, реально превзошел все мои ожидания, конечно, после этого. А за два дня до того, как пришла отработка, было очень-очень-очень сильный у Максима кризис, такой загон, что, получается, сто процентов он времени болтал, ну, а мы в одной квартире, да, то есть, как бы, вот этот сумасшедший дом продолжался два дня, ну, вот. И для меня уже вот, когда эта отработка пришла, это было просто наманной небесной, потому что так жизнь просто невозможна была. То есть я всем писала, что все неплохо, а сама, ну, как бы, жила в этой ситуации, что, ну, я даже так не хочу, это я как бы другим говорю, что все, ну, потому что вроде бы грех жаловаться, я говорю, потому что, ну, многого же достигнуто. И вот меня постоянно как бы ломало, что вроде бы надо же как бы радоваться, позитивить, а что позитивить-то, если все плохо. Вот, и, собственно, сама отработка, я очень волновалась, она пришла мне вечером, и, ну, такой прям, я давно такого не испытывала, возможно, никогда, у меня очень сильно, ну, как бы, так, трясло и живот крутило. Я не знаю, потому что я, наверное, боялась что-то услышать такого, или я боялась потерять надежду, возможно, ну, что они нам помогли. Вот, и, ну, и, собственно, по самой отработке стало понятно, что они нашли причину. Ну, как бы, что причина была, и они ее смогли убрать. Ну, и, как бы, у него сразу же включился рост нейронов, что, ну, как бы, даже удивило саму Наталью с Андреем, что, как бы, сказали, что наша история необычная, что Максим один такой, что, ну, как бы, вот, что у него даже, ну, как бы, его причину убрали, и у него нейроны сразу пошли по голове, у него были, вот, ну, из-за микропорализации проблемы, то есть нам сказали, там, купить гриб, ежевик грибенчатый этот, мы его тоже купили, и когда он проснулся на следующее утро, я сразу увидела изменения на самом деле, потому что он пришел молча, ну, то есть он же, как бы, вот, с этой навязчивой речью постоянно, он пришел в комнату, ну, behold, их сам, да, как бы, ко мне полез там под одеяло обниматься, и он молчал, я его говорю, почему ты молчишь? Ну, как бы, что случилось? Он, да, вроде бы, говорит, ну, так, да. Я говорю, что случилось? Ну, у меня, вроде бы, горло болит. То есть, ну, как бы, вот, его несколько дней, вот, после инфодайвинга он, ну, как бы, на горло. что он молчал, потому что, как бы, вроде бы, горло болит, так что, ну, это было, так, не совсем показательно, но, тем не менее, как бы, в доме такая настолько drive наступила тишина, И, ну, и понятно И на второй день он Сам пришел мне и сказал Ну, такой шаблон, да, как бы еще На тот момент, он сказал, я тоже тебя люблю Ну, как бы вот об этом говорила Андрей, как бы, в отработке Что я замечу именно Что у него чувства ко мне начнут проявляться А теперь, вот, ну, вот месяц почти прошел Да, вот, а теперь он иногда приходит В комнату и говорит Мамочка, то есть он никогда не называл меня мамочкой Ну, мама Мама он меня назвал вообще в 6 лет Первый раз И сейчас он мне говорит Ну, мамочка, да, и у него Он приходит и утром очень долго лежит со мной И он стал меня постоянно что-то спрашивать Мама, что у тебя там в животе? Ну, мама А какие у тебя глаза цвета? Ну, то есть, вот, ну, такого вообще не было, конечно Ну, было все равно Что это у тебя, Ивана? У меня? Где? В животе В животе? В животе? Ничего А она Еда там в животе? Ах, а Миша тоже смеется Ах, ах, ах У всех у мамы там почек Максим, а сколько время-то сейчас? В 8 до 8 Это значит, что пора 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 Школу Точно А в какую, Максим, ходит школу? Максим, в какую школу? Я хочу А надо Турецкую Турецкую Здорово Что ты сегодня? У тебя вчера было день рождения Значит, сегодня ты понесешь деткам Конфетками 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 будешь угощать, да У него появились вопросы в 7 лет, наверное В 6,5 В 7 Что он Ну, вопросы типа там А это что? Почему? Зачем? Он как бы задает Ну, как бы так Шаблонно тоже А тут он как бы более Осознанно стал спрашивать У него вообще, в принципе Включилась осознанность Ну, как бы Из-за того, что нам убрали причину Я прям увидела сразу Ну, как бы Ну, по взгляду Видно Стало, что он Что, ну Что там Максим Ну, как бы Что там не просто Желание Ну, там Ну, дай мама телефон Ну, как бы Или что-нибудь А именно Желание побыть со мной Ну, что там мне рассказать Сказать Основной показатель того Что включается сознание Это когда у человека И проявляется интерес Интерес к жизни Интерес к знаниям К чему-то новому Потому что именно интерес Является основным источником Формирования этой игры Этой реальности И только осознанный человек Который осознается Он может проявлять интерес Ко всему Максим очень сильно меня удивил На третий день Он мне сделал кофе Сам Ну, то есть Ну, как бы Не знаю Он, видимо, хотел Именно меня угостить кофе И он Он с тех пор Вот он мне наливает Сам кофе Я его не просила Он это сам придумал Как бы Он Ну, как бы Заботиться Чуть больше стал Допустим Если я кашляю Он может не полениться Ну, как бы Вот аутист Которому все равно Было до этого Он может спуститься И спросить Мама, почему ты кашляешь? Что случилось? Ну, как-то переживает За меня Потом у него В занятиях То есть вот В 5 месяцев нам прислали Ну, как бы И в понедельник Начались наши Обычные школьные занятия Стало Ну, как бы Вообще Он стал абсолютно По-другому заниматься Он, как бы Очень быстро стал Ну, перестал Вот это вот Отвлекаться Ему, видимо Стало хватать мотивации И объяснив Что в них не так Ну-ка, читаем На блюдо Поставили Кастую Точно Правильно? Да Кстати, у мамы Там макароны Продавец Разносит письма Нет А что неправильно? Как ты думаешь? Продавец Разносит письма Так не бывает, да? Продавец Что делает? Осень Продавец В магазине В магазине А кто разносит письма? Почтает Умничка Осенью собирают грибы Правильно? У собаки? Есть крылья А что здесь неправильно? У собаки Разве нет крыльев? Нет Только у Только у птичек, да? После инфодайвинга Очень сильно изменилось Как он думает То есть он думает Быстрее Он как бы Ну Хочет Хочет Ответить И поэтому Он очень быстро Как-то из памяти достает И вот эта вот Скорость его ответов А главное Что вот теперь Им не надо напоминать Что надо допустим Галочку поставить То есть он отвечает на тест Ответ ответил А галочку раньше все время Забывал, да? Поставить Ну то есть такие вот мелочи Что скорость реакции Что он отвечает Как он отвечает Он как будто все знает Теперь вот там Когда мы на тестах отвечаем Эти видео выложены тоже На моем ютуб канале И через сколько-то дней Наверное через неделю Мне стали приходить В комментариях От посторонних людей Сообщения Что типа Что вы делаете Ну типа Это другой ребенок Ну в смысле Что они заметили Видимо смотрели Ну предыдущие Да как бы ролики Когда у него горло Перестало болеть Он стал тоже Ну Разговаривать вслух Он не перестал На данный момент Полностью Но он Снизил Гробкость Очень сильно То есть я перестала Закрывать дверь Ну то есть два дня У него болело горло Я вообще Ну как бы уже привыкла Такая тишина Так хорошо А как бы А здесь я перестала Закрывать дверь То есть когда вот Допустим спит ребенок Он настолько Даже если он там Что-то болтает Но он стал болтать Тихо А если прислушаться Ну так как тихо Не слышно Да что болтает Если подойти И прислушаться Он болтает Там не фигню Из мультиков Он болтает Там комментирует Ну то есть он комментирует Как мой У меня есть здоровый ребенок Да как бы пятилетний Который точно так же сидит Там О нет Я проиграл О нет Эти монетки Там у меня не получилось То есть вот это Он все комментирует И если проходить мимо Вот сейчас Прошел месяц Максима Он сам Абсолютно сам Играя в телефон Чего вообще Я такого даже не могла представить Он сам спросит Мама Что ты делаешь Во-первых Ну я прохожу мимо Допустим пол подметаю Или там игрушки собираю Я ему допустим говорю Я подметаю пол А он мне А я собираю монетки Например Ну как бы что Он сам абсолютно То есть я пришла Он мне Мама А что ты ходишь А что ты пришла Что ты мне принесла То есть это абсолютно Обыкновенные такие разговоры А раньше он Он не мог даже в комнате Вот когда у него телефон Или там чего-то Он выходил из комнаты вообще То есть даже если в ней В этой комнате Находились другие Или Ну там средний ребенок Да как бы Что ему не нравилось Видимо вот Ну присутствие То есть вот он настолько Углублялся в эти телефоны А сейчас он Он приходит по времени То есть у него в 4 часа Вот сейчас Ну занятие Да как бы у нас И он У него пикают часы в 4 часа И он ложит планшет Телефон И спускается сам И меня Я мечтала об этом Это прям моя мечта была Чтобы он меня тянет заниматься Ну то есть он меня прям Ну прям за руку Там мама Пошли скорее Кофе мне нальет Все сделает Лишь бы я уже пошла с ним Позанималась Ну потом он знает Что он будет свободен Как бы И в занятиях У него Как бы в речи И в занятиях Это очень сильно видно Речь стала свободная Ну то есть она Лишена теперь Вот этой вот Какой там Шаблонности И он постоянно комментирует То есть он По ходу занятия То есть меня это очень сильно удивляло Первое время Да и сейчас И каждый день Как бы даже Вот теперь даже муж заметил Спустя 3 недели Заметил даже муж Он стал поворачиваться ко мне И говорить Он только что сказал Вот то-то Например И это такие вещи Необыкновенные Ну вот у меня есть видео Я вам пришлю Потом вы их ставите Где он какие-то такие штуки говорит Но это же не так сложно Заметить мама Правда? Ну в смысле Вот какие-то Ну то есть Это Может быть это фраза откуда-то Но он ее употребляет к месту Хитрым голосом И как-то вот такие Ну И так стало часто Что вот мы занимаемся Допустим И там ему попалось Какое-то слово Хандюймовочка Например И он такой Ааа помню Это та которая там Допустим Маленькой была Ну Вот что-то Вот у него какой-то Ассоциативный ряд включился Что вот он Ну Это свободная речь То есть на мой вопрос Он отвечает Не да-нет Или там как-то А Какими-то вот Ну более такими Развернутыми Когда у него было Девять лет День рождения Вот как раз на днях Недавно Он допустим Он сказал Я живу Девять лет Я не знаю Это Кто ему И вот такие вещи А кто ему это говорит Это не шаблон Это его абсолютно Ну Мироощущение Это его слова Это вообще абсолютно Такого не было раньше Сейчас он Ну он все сам хочет Пробовать конечно же Ему все интересно Он включен Вот он всегда Вот теперь Он всегда все слышит То есть у меня такое ощущение Что он раньше действительно Как бы был как будто Вот под водой Как-то вот так можно объяснить А сейчас он на поверхности И хотя у него Я говорю Ну У него не исчезла Это никакая не магия У него не исчезли Вот так вот В один день Вот эти вот Там не знаю Желания болтать То есть это во-первых Привычка Уже за столько лет Он привык болтать Крылья у него иногда есть Но это все в разы Стало ну как бы меньше Это во-первых Во-вторых Из-за того что он осознанный Он как бы Даже вот взмахнув руками Он на них смотрит Как дурачок Что я делаю И ложит Вот так вот Или так же Когда болтает То есть он начал вроде бы Болтать А потом Курас и сам Сам себя уменьшил То есть он как бы Это в привычку еще входит Но сознание у него Включилось И это видно Он впервые Подстригся у нас Сам абсолютно Мы не стояли вокруг То есть у нас много детей Да Стоим мы Рядом с Максимом И как бы парикмахеры Там вообще никогда Ну вообще люди не понимают Почему мы не помогаем Там младшему ребенку Помогаем Максиму То есть вот он на днях Там подстригся Да Он там позировал Он там вообще Он сидел счастливый Ну радовался Он говорил мне Что он красивый И вообще там Как вот Он сфотографировался Мы для школы Нас взяли Ну берут турецкую школу Еще непонятно в какую Но пока мы там Прикрепились к школе Которая возле дома И под шумок Там его вводим Ну то есть так Он конечно там Ничего не делает Особо пока Потому что языка не знает еще Но он ходит Я за него не переживаю Я теперь вообще за него спокойно Он ходит Как бы в этой школе И мы там фотографии делали И вот Ну фотография для нас была То есть у меня У меня высокофункциональный аутист был На момент Восьми лет Как бы да Но мне этого было мало Ну как бы Потому что Я не этого хотела Ну в смысле Мне вот этого Высокофункциональности Вообще никуда То есть я хотела здорового Как бы И ну и вот сейчас Я наконец-то Ну Получила да Этот результат Потому что Максиму смогли помочь То есть у него была Такая необычная причина Что ему Ну что ему смогли Полностью убрать То есть у него там Шары там в голове были И у него Их полностью убрали И управление Теперь взял обратно Максим И это видно Ну видно По его включенности Вот любую просьбу То есть теперь Очень сложные просьбы Ну Максим сделай то-то То-то-то Он как бы все сделает То есть он Раньше вообще не мог Такого ничего сделать То есть там Он сказать Куда пойти Что взять Какие штаны Куда одеть А сейчас он просто Приходит готовый То есть он приходит Уже полностью одетый Сам уже где-то себе Что-то нашел Сам решил, что он оденет Там спустился Сам все знает Что делать То есть вот это вот Какая-то такая своя Выяснить Что он хочет У него чуть еще Снижен все-таки Ну видимо словарный запас Видимо он все-таки Столько лет Пользовался одними Теми же шаблонами То есть сейчас Ну он такие вещи выдает Я говорю Я вот допустим Не говорила такими То есть это вот Он видимо сам вот пытается Он пытается говорить Как человек Ну в смысле Потому что до этого Он все-таки говорил Как робот Наверное Как бот Как компьютер Как вот с Алисой Разговариваешь Вот так же Вот у меня такой Высок функциональный был Как Алиса В смысле Всякую фигню болтает Ну то есть Иногда поймет Иногда не поймет Как бы А сейчас он Включен Ну и вот Последние выходные Мы провели Допустим На улице Он нянчил Мне малыша Ну в смысле Тоже раньше Это вот ну Ну для фотки Его можно было поставить То есть типа Сходи там Я красиво тебя фотографирую А тут он прям Кепка упала У малыша Он бежал Взял эту кепку Одел На малыша Ну вот такие вот Мелочи И при этом Он вот не зависает Так как раньше Что вот Ну пришел на детскую площадку А ему скучно Ну и нашел себе Чем заняться Ну и сказал мне Когда мы собирались Вчера уходить С моря Он очень долго говорил Что типа Я хочу еще Я хочу еще гулять Я хочу еще Ну как бы То есть он прям Не хочет домой теперь А раньше он прям Шел в комнату Он уже большой Да Как у него есть Твоя комната Он закрывал дверь Мог сидеть там Как бы один Как бы А теперь он К нам вернулся Не прошло и 9 лет И вот эти вот мелочи Ну не знаю Я счастлива Мы видим Что всего Через 3-4 недели После отработки Мама заметила изменения Ребенок стал более спокойным Самостоятельным Появилась мотивация к обучению Он с удовольствием занимается Просит позаниматься С удовольствием идет в школу Смотрит за маленьким ребенком Проявляет чувства Речь стала осмысленной И по существу Умничка Браво инфодайверам Я счастлива от того Что у Максима Эти улучшения И ну так как я так счастлива Я и как бы и пишу так радостно Да и люди у меня Типа Ну это вот все на эйфории вроде бы Так вот Тем кто думает Что это все на эйфории Я скажу Что вот мой младший ребенок То есть я-то была на эйфории И я думала Что мой младший ребенок Тоже подтянется За счет моего вот этого Хорошего настроения Что я там планы строю У меня там новая реальность Максим здоров У меня все здорово Я счастлива Но при этом Поворачиваясь в сторону Своего младшего ребенка Все эти три недели Пока вот младшему Не сделали отработку Я поворачивала в сторону Младшего ребенка И у меня портилось настроение Потому что мой младший ребенок В полтора года Он как бы очень много Ну во-первых Он в год больше умел Чего в полтора То есть он ничему не научился И у него такой У него не регресс Я не думала Что у него Ну как бы аутичная Я видела Что ему было плохо Он лежал Кучковал часто Там вот как бы Ну игрушками Как-то вот так Ну То есть он перекладыванием занимался То есть не играми А перекладываниями Не Ну Не новому учился А лежал Не Ну Не говорил Да Указательного жеста не было То есть А ему полтора года Хочется прогресса А у него нет Ну вот эти странности какие-то И я как бы Я постоянно переживала за него То есть я за Максима Перестала переживать То есть у Максима Там вот такенный список Всяких улучшений Да То есть я записываю Ну я потому что Я веду и блонда И просто это у меня В привычке Я всегда записываю У меня есть фотографии У него Поменялась мимика И взгляд Ну в смысле взгляд Осознанно Как бы у него стал Вот А у младшего ребенка Этих изменений не было Хотя я как бы Ходила вся веселая То есть я вроде бы Как бы То день не переживая за него Думаю Ну блин У второго же ребенка Вот прошло Уже тоже у него Был такой период Когда он с полутора до двух лет Меня пугал Да Как бы Но мы тогда И тентуриум начали давать И терапию Интеллект провели Второму вот ребенку И он в два года Говорил уже предложение И меня успокоилась И он как бы Ну норма Да А тут как бы Не то что я прям боялась Что у него то же самое Мы ему привет не ставили Я как бы сильно сомневалась Что у него разольется аутизм Как бы Но Но и почему он не развивается Опять же Вот И Позавчера Нам прислали Отработку на Мишеньку Все-таки я решила Что если я могу помочь Почему я ему И не помогу Ну спустя Да Пусть посмотрит Да в чем причина И как-то помогут И там Ну там совсем другая история Оказалось Там действительно было Чем ему помочь Ну Наталья с Андреем Помогли Ну и главное Успокоилась я Ну как бы И вот Вчера он уже сказал У него вообще не было никаких Не мог повторить А вот сейчас он на самолет Берет самолет И говорит А так у него было только одно слово ЭКО И звуки У него даже слогов не было А сегодня мама Восьмой марта он меня поздравил Сказал мама очень четко За него я теперь тоже спокойно Инфодайверы мне помогли Ответили на мои вопросы И про будущее Как правило, у детей с аутизмом не прорисовано в будущем ни карьеры, ни отношений, ни семьи, ни детей. А именно когда после нашей работы через инфодайвинг, когда включается сознание у ребёнка, у родителей появляется шанс увидеть внуков. И тогда ребёнок берёт в сценарий и начинает вписывать какую-то реализацию, отношения и образование, и идёт его жизнь вверх. На таком позитиве я очень счастлива и очень благодарна, потому что мне никогда не обещали чудо, никогда не обещали полное исцеление, а тут, тем более, у Максима убрали причину, и я думаю, что поэтому у него ещё не такой сильный. Скачок, то есть вот этот вот рост нейронов и его улучшения, они прямо на глазах. То есть у нас прошло-то, получается, ещё месяца не прошло, а у меня, ну это просто другой ребёнок. Я говорю, и посторонние люди, и вот мужчины, и женщины, и ну как бы они это видят. Он теперь всё время на меня смотрит и говорит, то про глаза спросят, то ещё что-то. Какие у тебя, говорит, мама волосы, то есть ему всё интересно. И в губы целоваться стал прикольно, ну как бы сам придумал тоже. И вот мы ждём, ждём мы теперь, собственно, время, сейчас нужно только, всё хорошо. То есть мы теперь, я успокоилась, как бы я переписала, переписала ему. Я считаю, что он бывший аутист, как бы, тем более, что ему и диагноз даже не подтвердили тут. Поэтому у меня прям всё сошлось, что вот как бы я не была довольна, когда нам его сняли просто для галочки. А теперь, когда у меня нашлись инструменты и появились результаты, и сейчас, я думаю, подтянутся и нужные терапии. Вот нам метод шестового порекомендовали для дикции, то есть у Максима сохраняются какие-то локопедические проблемы. И вот мы сейчас для дикции делаем такую классную ему терапию, и он её с первого раза понял. То есть она очень сложная. Вот я взрослый человек, я себя записывала, я, ну там, как бы определённое количество раз надо слоги прочитывать. Девять раз, ну там, по схеме слоги, потом три раза всё слово, потом семь раз всё предложение. С первого раза я снимала первое, ну, видео, первое, это был первый раз, когда я Максиму показала эту терапию, он выполнил лучше, чем я. То есть он на данный момент ходит с девяти часов утра до двух дня в школу турецкую, не зная языка, весь день там проводят. Я за него не беспокоюсь, потому что, ну, я знаю, что, может, он новому не научится, но он адекватен. Сейчас у него сознание включено, как бы речь у него стала более свободная. Ну, как бы социально ещё за месяц мы, конечно, не очень заметили разницу. Ну, я имею в виду, что я не видела его ещё, чтобы он там девочками интересовался или мальчиками. Ну, то есть у меня не было пока возможности, я в школе его не вижу, нас не пускают, да. Ну, как бы дверь закрывают, да, поэтому я не вижу. Но он ходил после дня рождения, угощался их конфетками, ну, то есть как-то взаимодействует. Ну, вот так вот прям, чтобы пока, я опять же говорю, пока, вот это просто нужно время, чтобы вот он начал что-то новенькое такое выдавать вот в плане вот тех уровнях, которых он вообще, ну, то есть это вообще как-то до Луны ещё там у нас было. А теперь, ну, как бы осталось просто пару шагов, чтобы вот он начал, ну, дружить, да, как бы там, влюбляться и тому подобное. То есть я верю, что сейчас всё будет хорошо у Максима. Ну, и, собственно, другим поэтому и желаю, потому что это хотя бы надежда и... Не хотя бы надежда, это результат. Ну, в смысле, надежда, но надежда я ехала все эти 9 лет, одна надежда без инструментов, это пшик. Ну, в смысле, это ничего, как бы, потому что, ну, потому что мне хотелось точку поставить со временем, мне хотелось, чтобы, чтобы это, ну, как бы, то есть теперь я, как бы, даже вслух не говорю, я стараюсь не говорить, мы говорим с мужем слово на букву А, потому что я считаю, что это в прошлом, я удалила все группы в Фейсбуке, то есть мне неинтересно, мне вообще неинтересно, это вообще не моя тема, я хочу двигаться дальше. Скажите, а как вы поверили в инфодайвинг? То есть сидят, неизвестно где люди, за тысячи километров, ребенка в глаза не видят, делают непонятно что, берут за это деньги. Вот как вы решились на такое? Как все, наверное, ну, сначала такая недоверие. Ну, то есть то, что прислала мне Таня, я посмотрела, я даже не поняла, что это лично она. Ну, то есть я же с ней, ну, как бы, ее не видела, да, как бы, я не поняла, что это ее видео сначала. Я подумала, что это просто она прислала мне информацию. То есть мне многие присылали, там, ну, так как я блогер, да, мне многие люди пишут и пишут такие странные вещи, там, и промочу верблюдов, ну, правда. То есть они делятся со мной какими-то своими… А что вы думаете вот про такой терапию, секую, там, какую-нибудь информацию? И я, как бы, сначала восприняла ее просто как информацию, что это кому-то помогло. Но для меня это очень важный критерий. Я всегда рассматриваю наоборот. Чем меньше людей в это верят, тем меньше об этом знают, тем выше шансы, что это действительно работает. Потому что все, что не работает, мы уже попробовали. Вот эти ваши видео очень помогли. Я посмотрела сначала все видео, потом таблицу. Я многих знаю. Для меня это не какие-то бабушки и мамы. Для меня это боевые подруги, собственно. Поэтому у меня не возникло... То есть я увидела, что это действительно помогает. А как помогает, не так было важно. Для меня было важно, что находят причину. Потому что без причины, почему я там тенториум давала витамины, потому что я знала, что они попадают в причину. То есть мне не важно было, что эта компания сетевая, что она там на мне зарабатывает или еще что-нибудь. Мне было важно, что она попадает в причину. Я считала, что ЖКТ и ферментация на тот момент, да, это причина. Что вот прививки, что там как-то ЖКТ вот там слетело, и мой ребенок поэтому, то есть младшим детям я прививки не ставила, собственно, поэтому. И вот. А тут как бы обещали найти свой... То есть индивидуальный подход, да, тут был найти причину, а главное помочь, да, и подсказать, дать советую. Это вообще, ну как бы... Это даже был выше моего запроса. То есть я даже о таком не мечтала. Я начала писать там подружкам, что типа такая интересная тема, почитайте. Я думала, они тоже почитают и как бы, ну и тоже решат, что это вот... Ну мы такую фигню пробовали. Девочки вот мои, простите, клизмы ММС вставляли своим детям. А это хлорид натрия, если что, как бы. То есть это-то мы, пожалуйста, как бы лекарства запихать на ней. Это нейролептики, а вот как бы про душу почитать, послушать. То есть это же бесплатно было. Вот я им кидала ссылку там тоже, почитайте, послушайте. Вот 50 мам. Они мне писали разные абсолютно там. Я крещённая, у меня там муж против, я не верю, я там что-нибудь... Ну в смысле, а я при этом всё больше и больше думала, да пофиг мне. Ну как бы, почему и как, и чё там как-то. Во-первых, потому что мне казалось, что очень здраво Наталья говорит, и хорошие вещи, и мне всё это было интересно. То есть, ну как бы, конечно, логика моя там скрепела вся. Ну то есть слушать мне было тяжело вот так вот, невооружённым знаниями, слухом. Но результат это как бы я видела. То есть я видела эту боль у родителей, я видела эту радость и счастье неподдельное от того, что твой ребёнок изменился. Да, там многие у вас уже сняли диагнозы, да, там многим не подтвердили так же, как нам, там посчитал там ошибочным или как-то. То есть, а главное, я же меня подключила, Таня, вот к чату, да, своему. Она видео выкладывает, я вижу вообще здорового ребёнка. Ну в смысле, я вообще не вижу каких-то проблем, ну как бы, потому что мой ребёнок на тот момент, ну не пройдя инфодайвинг, нифига не хотел вот так вот легко отвечать, говорить. Он всё делал как бы, ну, через вот как бы Максим, Максим, давай, давай. Ну, мужу как бы, муж, конечно, бы так вот, если бы я ему что-то скинула, он бы не поверил, то есть я ему ничего не кидала, я ему на словах передавала свои эмоции, просто я говорила, что я буду очень счастлива, мне это нужно, спать не могу, есть не могу, давай, ну, давай уже оплатим. И мы оплатили на третий день как бы там с кредитки, потому что у нас не было лишних денег на тот момент. И, ну, и всё, и пошло ожидание какое-то, и всё это время я продолжала читать, слушать, и, ну, и многое для себя нового, ну, узнавать тоже как бы, и всё-таки я не понимала, как бы, что придёт. Ну, в смысле, я не очень понимала, ну, какая же наша причина, и чем же там чего-то, а вот когда пришло, всё встало на свои места. Ну, то есть вот была конкретная причина, её удалось убрать, починить, там, включить, там, всякие вот эти вот штуки, которые инфодайверы включают, перепропишивают, там, или ещё как-то. Тем более, что, ну, как бы на, в эти 50 минут, там, да, как бы они же немножко рассказывали, там, и про нас с мужем, да, и это всё попадало, то есть там, ну, наши всякие мелочи, поэтому, ну, вообще уже не было никаких сомнений, что как бы они это ни делали, ну, это, это правда, ну, в смысле, это может быть правдой, а главное, что я ещё и хочу, чтобы это было правдой, поэтому тут у нас всё сошлось, всё, что они, всё, что мне говорилось в моей отработке, я всё сделала, я всё сделала неоднократно, даже я там гриб купила, и, как бы, отмены вот этих сценариев делала, и, ну, и потом ещё и по-младшему ребёнку пришли, а там совсем другая история, да, и там тоже смогли помочь, ну, как бы, я на данный момент, ну, действительно счастлива от того, что получила эти результаты и ещё и получу. У меня за 9 лет, я говорю, были уже такой, такая безнадёга точка ру уже была, и, ну, в этом, ну, то есть мне поэтому, наверное, и легче, и тяжелее, потому что поверила я как-то опять легко, но прийти к этому плохому состоянию, когда я готова уже работать и поверить в чего-то, вот только через вот такой опять кризис мне пришлось, потому что вроде бы же всё неплохо уже было, и, ну, через кризис мне удалось вот как бы подтянуть к себе инфодайлеров, собственно, чтобы вы пришли в мою жизнь, потому что я уже ничего не искала, то есть на данный момент, ну, как бы к 9 годам уже я ничего, никаких терапий, мы всё уже, всё, что можно, всё, что было на рынке, ну, как бы, всё мы попробовали. Ну, то есть у меня оставалось только вот так вот закрыть уши, чтобы не слышать, как он разговаривает, и продолжать заниматься, и всем говорить, что я счастлива, вопреки, хотя это было неправда. А теперь всё изменилось, в смысле, просто я счастлива по-настоящему от того, что всё будет хорошо, вот так вот, ну, как бы, что это даже уже теперь не надежда, это результат, который я получила, и теперь хочу только... Спасибо сказать, как говорится, спасибо за то, что дали это, дали этот мне результат. Это необыкновенная мать, мать-героиня, которая на собственном опыте проверила практически все методики лечения от аутизма. И благодаря тому, что у неё ребёнок был высокофункциональный аутист, и он всё умел, мы получили такой необыкновенный быстрый результат. Ведь нам оставалось только включить осознанность. Это говорит о том, что с детьми в любом случае необходимо заниматься, даже если результаты сразу не видны. В конце концов, всё даёт свои плоды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!